Изначально законным о бюджете региона на ремонт городских улиц было выделено 345 миллионов рублей, позже ещё 50. Таким образом, в 2015 году в Рязани ремонтные работы будут выполнены почти на 30 участках различных улиц. Естественно, эти деньги распределены по тем объектам, по которым были наибольшие обращения со стороны граждан. Данная программа была рассмотрена на заседании администрации города Рязани. И утверждена в составе программы дорожного хозяйства города Рязани на текущий год. Порядок планируется привести улицы Зубковой, Солнечную, Советской армии, Черновицкую, Керамзавода, Прижелезнодорожную, Гоголя и ряд других. С их полным списком можно ознакомиться на сайте администрации Рязани. Также Шаукат Ахметов отметил важность ремонта моста через реку Павловка. Приглашенные экспертные организации осмотрели его и предложили использовать технологию восстановления без разбора опорно-балочной системы. Таким образом, движение по Московскому шоссе не прекратится, хотя и будет ограничено. Завершить работу планируется к 1 сентября. Также Шаукат Ахметов остановился на поручении губернатора компенсировать рязанцам повышение тарифов на услуги ЖКХ в той части, где тарифы превысят максимум, установленный для региона. По словам Ахметова, если сумма фактических платежей за оказанные услуги в сфере ЖКХ превысит средний индекс платы граждан за коммунальные услуги, который составляет 8,9%, они будут иметь право на компенсацию. Если гражданин платил в июне определенную сумму денег за коммунальные платежи, с июля в связи с изменением тарифов платежи его вырастут, при этом рост выше 8,9%, все, что выше 8,9% государство в лице правительства Рязанской области будет гражданам компенсировать. Компенсация будет носить заявительный характер. Любой гражданин Рязанской области, проживающий на территории Рязанской области, имеет право обратиться через МФЦ в органы социальной защиты с просьбой компенсировать или вернуть часть средств, которые он уплатил за коммунальные услуги. На пресс-конференции был поднят вопрос о реконструкции гидроузла «Кузьминск» в Рыбновском районе. Подрядчик очень дисциплинированный, четко выполняет график производства работ. Так вот, у него по графику производства работ первый пропуск судов через шлюзовое хозяйство намечен на 26 июня текущего года. Гидроузел «Кузьминск» – один из главных объектов на Оке. Его ввод в строй с нетерпением ждут все регионы, по которым проходит эта река.